Сегодня в Чебоксарах прошли публичные слушания об исполнении бюджета республики за 2020 год. Бюджетная политика и экономика Чувашии были ориентированы на работу в новых условиях борьбы с пандемией коронавируса. И с этим вызовом правительству республики удалось справиться. Оценки экспертов в репортаже Татьяны Молоковой. Глобальный вызов всему человечеству сказался и на Чувашии. В прошлом году значительно снизилась экономическая активность, сократилось поступление налогов. Индекс промышленного производства составил 97,6%. Правительству удалось обеспечить сбалансированность бюджета и оперативно реагировать на ситуацию. В правительственной сумке в 2020 году ввели на существенные налоговые пределы цивилизации для бизнеса. На 2020-2021 год установлены пониженные налоговые ставки по ОСЛН для налогоплательщиков. Программа налоговая каникулы для обновления фестерилизованных бюджетных предпринимателей. Уточнение решений в речи и вредных предпринимательских речи при применении патентной системы. Снижена стоимость патентов. Снижена налоговые ставки по налогоплательщикам организации и численность к адресунице и оперативно-движимости. Указанный мер позволил не допустить значительное снижение количества организаций и предпринимателей. Основные налогоплательщики продолжили свою работу, что позволило обеспечить рост собственных доходов в 2019 году. В 2020 году республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 70 миллиардов рублей. Рост к уровню 2019 на 19%. В течение прошлого года в казну Чувашии дважды вносились изменения. Уточнялись статьи расходов без возмездных поступлений. Большие средства направлялись на поддержку социальной сферы республики в условиях пандемии. В прошлом году ввели в строй новую школу, начали строительство еще трех. На обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием направили почти 300 миллионов рублей. Оснастили школьные пищеблоки современным оборудованием. Школы смогли приобрести оборудование для технопарков «Точка роста». Отремонтировано 22 спортивных зала. Начат капитальный ремонт многих учебных заведений, приобретены учебники и учебные пособия. Это то внимание, тот системный, прозрачный, понятный подход, который сегодня, очевидно, становится и поддержан со стороны и родителей, и самих ребят. Это очень интересный процесс, который пошли. И за пять лет мы должны всю отрасль образования при поддержке Олега Алексеевича Николая привести в порядок. Огромные средства были вложены в здравоохранение республики. Эта отрасль в прошлом году получила 26 миллиардов рублей. Закуплено оборудование, модернизированы лечебные учреждения. Врачи получили финансовую поддержку. «Что эти деньги дали? Это, конечно, в первую очередь расширение возможности по закупке лекарственных препаратов. Открытие лабораторий. Было открыто 11-30 пунктов, так сказать, наказания неотложной помощи и расширения коечного фонда, естественно, со всей инфраструктурой. Закупка аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее и тому подобное. Ковид подстегнул к необходимости ускорения развития санитарной авиации. Было построено две вертолетных площадки. Более 50 таких серьезных вылетов было организовано». В 2020 году рост показало сельское хозяйство. Сказались меры господдержки, оказанные сельхозпроизводителем. Это и 40-процентное субсидирование покупки техники и средства владельцам крупного рогатого скота. Еще одна важная программа – сельская ипотека. Сотни семей улучшили свои жилищные условия. Контрольно-счетная палата Чувашии привела к экспертизу исполнения бюджета. Сатлана Аристова отметила, что в прошлом году не все муниципалитеты равномерно распределили средства. Более активно они были в четвертом квартале, а это создает риски неэффективного использования средств. На ближайшей сессии Государственного совета отчет правительства об исполнении бюджета рассмотрят депутаты. Татьяна Молокова, Георгий Кривошейн, Республика.